Здравствуйте, дорогие друзья! Аравинская детская библиотека предлагает вам познакомиться с некоторыми видами северных русских народных промыслов. Русский север всегда славился мастерами. Почти каждый помор умел делать деревянную посуду или ковать инструменты, или работать на гончарном круге. Женщины ткали, шили, пекли знаменитые северные козули. Наши дни во многих районах Архангельской области сохраняют и развивают ремесленные традиции предков. Поморье – лесной край, поэтому древесина была и остается излюбленным материалом здешних ремесленников. Дерево очень удобный для резьбы материал. И фантазия умельца с помощью домовой резьбы и внутреннего резного убранства превращает обычное жилище в сказочный дворец. Крыльцо имело витые колонки, небольшой конек на крыше и подзор, который, как узкое кружево, сбегал вниз по навесу над лестницей. Венчал всю эту стройную грандиозную северную постройку охлупень, огромное бревно-лиственницы, корневищу которой придавали облик коня, утицы, а иногда оленя. Они считались здесь когда-то священными животными, добрыми божествами. Еще и сейчас далеко на севере, в глухих местах на реке Мизень, сохранились деревни с такими избами. На высоком берегу над просторами огромной северной реки стоят строгие дома-великаны, и в небо поднимаются четкие горделивые силуэты деревянных коней. Раньше почти в каждом доме на севере над обеденным столом или напротив русской печи, или над детской колыбелью висели щипные птицы. От движения теплого воздуха они вращались по кругу. Щипная птица – резное деревянное изделие с тонким волнистым оперением крыльев. Оперение и хвост этих птиц вырезались из расщепленной сосны, от чего птицы и назывались щипными. Щипная птица традиционно не окрашивалась, не покрывалась лаком. Считалось, что живое дерево благотворно действует на человека. Со временем птица менялась, приобретая красивый благородный цвет бронзы. В форме щипной птицы заложено много символики. Например, древнейший символ – крест. Круг, который она образует своим вращением, означает вечность, возрождение и напоминает солнце – символ животворящего начала. Значительное место в народно-художественных промыслах России занимает северная игрушка. На севере игрушки делали цельнорубленными изделиями – куклы-панки, берегини, коники, кони-каталки, животные и птицы. Панка – традиционно северная деревянная кукла. Фигурка не имеет рук. Кажется, что они под платком плотно прижаты к телу. Лицо у панки круглое и плоское, напоминает лики идолов. Глаза, рот, нос и брови передаются в виде бороздок и ямок, сделанных ножом. Одежда простая. Платок и юбка украшены только текстурой дерева, следами от ножа и чернением золой. Игрушки поморы резали из различных пород дерева – березы, сосны, ольхи и осины. И, как правило, не красили. Важное место в жизни северян занимала береста. Из нее делали погремушки-шаркунки, люльки, а также различную берестяную утварь, корзины, туеса, дорожные солонки, лодки-берестянки, коробочки для женских украшений. Часто все это украшалось резьбой, росписью или тиснением. Шимоготская прорезная береста – пожалуй, самый известный берестяной промысел в России. Название свой промысел получил от речки Шемаксы, что впадает в северную двину ниже Великого Остюга. Мастер использует всего два инструмента – шило, которым намечают рисунок, и острый нож, с помощью которого вырезается орнамент. Типичные узоры прорезной шимоготской бересты – это изображение зверей, людей, птиц и растительности. Иногда под ажур подкладывалась фольга или цветная бумага, а резьба сочеталась с тиснением. Берестяным ремеслом занимались в основном зимой и весной, в свободное от сельскохозяйственных забот время. Самым распространенным предметом этого промысла были туеса. Слово «туес» заимствовано из языка коми и происходит от слова «той», что значит «береста». В туесах хранили сыпучие продукты, солили грибы и квасили капусту, держали ягоды и мед. Пластами бересты прокладывали потолочные матицы и нижные венцы сруба, чтобы уберечь избу от сырости и гниения, да и тепла в доме добавить. Из деревянных предметов быта и орудий труда более всего до нас, до нашего времени, дошло прялок. На них женщины пряли нити, из которых ткали полотно. Затем из полотна шили одежду, сарафаны, рубахи, белье. Пряхи работали от зари до зари. Чтобы получить нити и соткать из них полотно хотя бы на одну рубаху, приходилось трудиться почти две недели. Прялка считалась дорогим подарком молодым на свадьбу и часто передавалась из поколения в поколение. Для изготовления прялок на севере нередко срубали целое дерево, ель или сосну. Из ствола вырубали ножку с лопасткой, а из горизонтального осветления – сиденье, донце. Название такой прялки – копыльная, то есть корневая. Мастера-умельцы декорировали свои прялки росписью и резьбой. И в каждой местности были свои излюбленные формы прялок и узоры для их украшения. В Архангельской области известно четыре основных вида росписи, прялок и предметов мебели. Одна из них – Пермогорская. Развита была в деревнях Черепаново, Большой Березник и Гридинская, в четырех километрах от пристани Пермогорье. В цветовой гамме преобладали белый фон и красный основной узор. Желтый и зеленый цвета являлись сопутствующими. Большое значение имел тонкий черный контур. Основой росписи являлся растительный узор – тюльпан, трелистник, древо, птица-сирен. Цветами и ягодами, животными, а также сценами из крестьянской жизни украшали самые разнообразные деревянные предметы – ложки, щепные птицы, прялки и мебель. Знаменитая Борецкая роспись обязана своим появлением селу Барок Шенкорского уезда. Корни искусства Барка, так же как и росписи Пермогорья, уходят вглубь веков и имеют общие истоки – древнерусское искусство. Наиболее часто используемый цвет в росписи – красный, зеленый, коричневый, оранжевый и желтый. Орнамент состоял из ромбиков, кружочков, капелек и треугольников. Все элементы обводились черным контуром. Символ Борецкой росписи – древо жизни. Огромный цветок с прямым стеблем, вокруг которого изображали цветы, птицы, ягоды и изящные листья. Мотивами композиции могли служить жанровые сценки – чаепитие и гуляние. Один из притоков Северной Двины – река Ракулка – стал географическим центром старинного русского промысла – ракульской росписи. Чаще всего это растительный орнамент с переплетением ветвей, листьев или крупной листва на кустиках, или стилизованной птицы. На деревянных досках, подносах, прялках и наберухах эти знакомые, типичные для народной росписи мотивы смотрелись очень нарядно и празднично. К концу XIX века в низовьях реки Мизень появилась мизенская роспись. Секреты этого древнего ремесла передавались строго по мужской линии. Главными персонажами мизенского декора стали лошади и олени. Они рисовались в двух традиционных цветах – красном и черном. Черный цвет получались смеси сажи с раствором лиственничной смолы, красный – изнайденной на берегу глины. Орнамент наносился на негрунтованную древесину перьями глухаря или тетерева, деревянной палочкой или кистью. Для появления ярко-желтого оттенка изделие покрывалось олифой, а для мягкости пропитывалось льняным маслом. В узор старинных изделий художники вкладывали целый рассказ, а для близких оставляли послание или пожелание. Каждый элемент и завиток имел определенное значение и располагался особым образом. Красные кони олицетворяли солнце. Несколько коней, изображенных друг за другом, обозначали движение светила по небосводу. Гуси, лебеди и утки считались душами ушедших родственников, ели воплощением мужской силы. Происхождение росписи не установлено до сих пор. Большинство исследователей относят сюжетные композиции к древнеязыческим верованиям. Одно из уникальных северных ремесел – холмогорская резьба по кости. Северные мастера изготавливали из кости ажурные серьги и брошки, изящные шкатулки, статуэтки, подсвечники, шахматы, ножи и другие предметы. Многие костяные изделия – это настоящее произведение искусства, украшенное великолепными гравюрами. Это ремесло развивается и в наши дни. В селе Ломоносова открыто Косторезное училище. Расписные глиняные игрушки из Архангельской области известны по всей России. Самая знаменитая, конечно, каргопольская игрушка – радостная и яркая. Танцующие медведи, довольные коты, веселые поморские мужики и женки – каргопольские игрушки всегда содержат в себе веселый сюжет. Посуду в каргополе делали все – мужчины, женщины, дети, начиная с 8-9 лет. А из остатков глины лепили разные фигурки. Известная каргопольская мастерица Ульяна Бабкина передала свой опыт молодым мастерам. И ремесло удалось сохранить до наших дней. Иностранцы, прибывавшие в Архангельск в 16-17 веках, поражались обилию жемчужных вышивок, которыми украшали свои верхние одежды жители поморских селений. Когда на Руси появился промысел по ловле жемчуга, неизвестно, но уже в X веке его применяли в качестве украшений. Жемчуга было так много, что расшитую жемчугом одежду могли позволить себе не только благородное знать, но и простые крестьяне. В начало XX века жемчужный промысел практически полностью прекратился. И секреты вышивки с жемчугом во многом были утеряны. Сейчас жемчужница занесена в Красную книгу России и Архангельской области в список исчезающих животных. Своеобразную область народного искусства Севера представляют козули, изготовленные из теста запеченные фигурки. На Севере их традиционно пекут на Рождество. Считается, что козули, находящиеся в доме, охраняют его от злых духов, поэтому изготовленные и выпеченные козули не съедают сразу и ни в коем случае не выкидывают. Главной пряностью для архангельских козуль издавна считалась гвоздика. Позже стали использовать корицу, имбирь, кориандр и мускатный орех. Принято считать, что слово «козуля» пошло от козы, как домашнего животного. Однако в поморской говоре слово «козуля» имеет следующее значение. Это змеевидный завиток или змейка. А пряники козули как раз и формировались укладыванием тонких змеек из теста, образуя силуэт животного. Существовало два варианта силуэтных пряников козуль. Первый – катанные козули архаический вид пряников. Их сейчас мало кто делает, но именно они хранят наиболее древние приемы выпечки. Центром их распространения считается северо-восток Архангельской области, деревни Лишуконского района. Второй – вырезные расписные козули. Они формируются из пласта раскатанного теста с помощью специально изготовленных форм резаков. После выпечки такие пряники традиционно расписывают. Катанные архангельские козули в украшениях не нуждались. А вот вырезные расписывают сахарной глазурью. Северные промыслы имеют каждый свою историю и в наше время продолжают жить, привлекая внимание не только поклонников северной русской старины, но и тех, кто желает найти вдохновение в прошлом для создания собственных новаторских проектов. Северно-плакологическую по северной русской старины Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова